Всем привет! Крокодилы – опасные хищники. Они могут нападать на всех и не знают пощады, имея самый сильный укус среди животных. Крокодилы мгновенно получают славу, делая свои атаки смертельными. Но несмотря на всю мощь крокодилов, они не всегда побеждают. Сегодня я покажу вам 10 случаев, когда крокодилы вступили в драку не с тем противником и оказались в проигрыше. Поехали! Секретные заброшенные объекты, загадки истории, самые богатые и интересные люди планеты, сенсационная находка саркофага тисульской принцессы. Множество любопытных фактов и историй на канале «Все время 10». Переходите по ссылочке в описании и следите за новыми выпусками. Дикие кабаны – мощные животные, которые могут быстро передвигаться. Они весят до 100 кг и могут жить до 20 лет. Они питаются разной пищей. В основном это семена и молодые растения. Как и многие другие дикие животные, они нападают только тогда, когда чувствуют себя напуганными. В случае нападения взрослые кабаны могут нанести серьёзные травмы своими клыками. Однако кто же победит, если кабан столкнётся с крокодилом? Крокодил очень силён, особенно если драки происходят в воде. В первом ролике хищник подкрадывается и вылезает из воды, направляясь к молодым свиньям. Казалось бы, что это будет лёгкой прогулкой для животного. Но вдруг вся семья диких кабанов начинает на него нападать. И не даёт крокодилу напасть на своих малышей, как настоящие родители. Крокодилы и львы – очень мощные хищники. Когда лев находится в воде, он имеет высокий шанс быть атакованным крокодилом. А если поблизости есть ещё парочка крокодилов, то шансов выжить у льва практически нет. Кстати, почти всегда крокодилы предпочитают нападать на стадных животных. Ведь тогда они могут заполучить больше мяса с меньшими трудностями. А вот в этом ролике хищник подплывает к стае львов. Они явно не хотят делиться своей добычей и, увидев приближение рептилий, быстро нападают на крокодила. Заметив опасность в свою сторону, крокодил быстро ориентируется и уплывает прочь. Видимо, это была очень плохая затея. Буйволы обычно известны как мафия в царстве животных. Они очень не любят, когда кто-то прерывает их ежедневную рутину. Помимо сильных характеристик, они никогда не щадят других животных и чаще всего побеждают. Обычно крокодил вряд ли будет атаковать буйволов. Но, будучи голодными, эти доисторические животные будут атаковать что угодно, в надежде оторвать кусок мяса. Нападение на буйвола – это очень тяжёлая задача, даже для льва. Но вы только посмотрите на этого смельчака крокодила. Он решил атаковать стадо буйволов, которое как раз находилось возле водопоя. Крокодилу удается схватить одного животного за шею, но буйвол настолько силён, что буквально вытаскивает крокодила из воды. Почувствовав угрозу, рептилия забывает о еде и убегает обратно в воду. Для начала нужно заметить, что слоны действительно огромные животные. Их рост составляет около 3 метров, а вес от 3 до 5 тонн. Как для своих габаритов, они также очень быстрые и достигают скорости около 40 км в час. А всё потому, что у них около 150 тысяч мышечных пучков. Именно поэтому слоны далеко не идеальный выбор для того, чтобы поужинать среди диких зверей. Но часто у хищников не остаётся выбора. Казалось бы, слонёнок мило пьёт воду из реки вместе со своей мамой. Но он даже не подозревает о риске, который находится на несколько сантиметров глубже. Крокодил начинает атаковать, пытается уловить слона за хобот и утащить в воду. Он понимает, что его добыча очень массивна, и он может нанести себе реальный урон, просто наступив на него. Но даже в воде слон оказывается сильнее и с лёгкостью вытягивает его на сушу. Битвы между бегемотами и крокодилами – это всегда захватывающее зрелище. Бегемот может с лёгкостью победить это земноводное. Но заметьте, что это единственное животное, которое убивает крокодила не ради вкусного обеда. Ведь в основном бегемоты – полуводные, травоядные и млекопитающие, и не выражают никакого интереса к другим животным, как к еде. Однако, когда им грозит опасность, они становятся очень агрессивными, и очень трудно предсказать их следующий шаг. Только посмотрите, как эта стая бегемотов защищает свою среду обитания от нападения крокодила. Они подкидывают его будто рок-звезду на концерте, которая прыгнула в толпу ради развлечения. Единственная проблема в том, что аудитория для падения была выбрана неподходящей, и крокодил не выживет. Как думаете, кто сильнее – крокодил или косатка? Казалось бы, по сравнению с предыдущими животными, эти животные находятся в одной среде обитания. Но силы у них явно не равны. Косатки – это как киты, только с зубами. Они принадлежат к семье океанических дельфинов. Они являются хищниками, поэтому ни одно животное не осмеливается охотиться на косаток. В схватке с крокодилом она однозначно побеждает, независимо от веса противника. Косатка относится к виду млекопитающих, а как известно, они отличаются своими умственными способностями. Пасть крокодила кажется огромной, но она недостаточно велика, чтобы схватить и укусить косатку. На этом видео косатка умело выхватывает крокодила, и по сравнению с ней он кажется маленькой точкой. Тигры – хитрые и очень консервативные животные. В схватках они максимально просчитывают свои действия, свой каждый шаг, шансы выиграть и то, насколько они могут пострадать. Их питание абсолютно разнообразное – от термитов до слонов, оленей, коров, буйволов или коз. Бенгальские тигры известны тем, что убивают морских крокодилов в одиночку. Обычно сражения происходят на земле, и большая кошка всегда побеждает. Но если это происходит в воде, то хищник пытается прыгнуть крокодилу на спину и укусить за шею. Хотя обычно тигр нападает сзади, полагаясь на свою скрытность, чтобы убить свою добычу. Также они нападают на крокодилов, кусая их за заднюю часть головы, ведь так у жертвы точно нет никаких шансов. Тигры могут убивать животных, которые весят в 5 раз больше, чем они сами. Поэтому в данной ситуации этому крокодилу явно не повезло. Миграция антилоп гну считается одним из величайших зрелищ на Земле. В общей сложности около 2,5 миллионов животных ежегодно путешествуют через Кению по равнинам Танзании и во время этого пересекают известную реку Мара. В этом месте и происходит столкновение стаи антилоп с крокодилами. Казалось бы, для крокодила это настоящий шведский стол с животными, ведь всё, что им нужно делать, ждать и есть. Как и в этом ролике. Антилопа гну подходит к водопою, и тут выскакивает огромная рептилия. Но везучая антилопа умудряется перепрыгнуть через бревно и убежать. Или как на этом видео, где они пересекают реку. Крокодил мог просто перехватить одну из них, что кажется лёгкой задачей. Но антилопы всегда отличаются своей проворностью и умудряются сбегать прямо из пасти крокодила. Общеизвестная наука твердит, что лошади могут быстро бегать. Но что, если им нужно защитить себя? Насколько они хороши, когда дело доходит до этого? Вот отличный пример, когда эта красивая чёрная лошадь замечает, что рядом движется аллигатор. Она начинает наступать, прыгать и скакать на нём. После такого у рептилий не остаётся шансов от того, как отчаянно лошадь пинает его. Когда лошадь возвращается к поеданию травы, крокодилу удаётся успешно отползти. Не думаю, что у крокодила был бы хоть какой-то шанс спастись, если бы лошадь продолжала такие действия. Всё потому, что лошадь очень сильная, а её ноги невероятно мускулистые. А крокодил находится на земле и будет поддаваться всему весу лошади с каждым её прыжком. Если бы такая битва происходила в воде, то рептилия имела бы значительно больше шансов. Стая бабуинов может бросить вызов даже самой большой кошке. Но интересно, как они будут вести себя с водными жителями? У бабуинов существует очень сильная связь между ребёнком и мамой, а образ жизни очень похож на человеческий. А вот в следующем ролике вы можете наглядно увидеть, как стая бабуинов может победить хищника. Несколько смелых бабуинов запрыгивают на крокодила, и вся стая присоединяется к этой драке. В такие моменты сила бабуина впечатляет, учитывая давление крокодила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова